Привет, друзья! Ну сколько чепухи пишут в интернете? Ну выступают там блогеры, говорят, цифровизации, ну там у каждого свое мнение, там в это время, да. Ну неизвестность на нас, как говорится, свалилась, как снежный ком на голову. И поэтому все в таком разночтении, одни говорят, что это нужно, другие говорят, что это не нужно, приводят там всякие примеры, надмирные правительства, там или еще что-то, вот сейчас насчет наличных денег. Смотрите, я вам сейчас скажу. Это же простая логика, динамика жизни, диалектика. Вот смотрите, раньше я помню из учебника, там была такая картинка, когда был раньше, 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 в древности вообще денег не было, а был натуральный обмен какой-то. Ну там типа была картинка, когда, значит, человек катил какой-то вот такой здоровый такой валон из одного дома в соседний дом в обмен за то, что тот ему дал гуся. Катил этот валон. Ну да, вот такой здоровый валон. Ему, конечно, было тяжело. И потом диалектика жизни привела к тому, что этот валон все уменьшался, 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 и в конечном счете превратился в монетку. Да, монетку отдал и все дела. Ну вот же. А теперь если логику дальше, эта монетка уменьшалась, 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 и в конечном счете превратилась в цифру. Ну это же все так просто, логично, это понятно. Другое дело, кто на каком этапе этим пользовался, вот этим процессом эволюции, социальных перемен. Но были те, которые это во благо использовали, были те, которые не во благо использовали. Это вечная борьба добра и зла и так далее. И поэтому, когда пошла цифровизация, некоторые обрадовались, а некоторые наоборот, все время ее клеймят. Потому что действительно, ее можно и так использовать и так, ее можно использовать и как контроль над каждым. А ее также можно использовать для благих намерений. Это же такой процесс. В какие руки, кто чем этим управляет, кто заказывает музыку, тот и танцует. Ну как это, ну как там, есть такие всякие пословицы народные. Короче говоря, я просто вам динамику эту сказал, что валун катили, потом стала копейка, а потом копейка еще меньше, 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 и теперь цифра. Кнопку нажал и все вопросы решили. Вот так происходит динамика. А что касается, почему там, значит, были там религии, перессорились там и так далее. Ну одна из причин, потому что там где-то в рост деньги можно было ближнему не давать, а просто делиться. А в другой религии в рост не давать, потому что ближний, а все ближние для него, в другой религии. Ну в христианстве, например, все ближние, поэтому в рост не давали. Ну короче говоря, вот эти же все вопросы. Они же в коне своем имеют, так сказать, природную основу человека, как его психология устроена. Отсюда все это и происходит. И всякие мысли, которые говорят, если додумать до конца, если додумать любую мысль вообще, вы придете к одной тоже целостной картине мира. Поэтому сейчас, поскольку не все это думают, вот эти блогеры тоже ссорятся между собой, там статьи какие-то там и про Ватикан, и не про Ватикан. Кто прав, кто не прав, сейчас никто не разберет, потому что у каждого свое мнение, и у вас может быть свое мнение. Но я хочу вам напомнить про этот валун, который раньше был, который катили, потом превратился в копейку, а потом наконец встал цифры. Кнопку нажал и все. Ну вот, друзья, видите, как все происходит. Я не за то, не за другое, не за третье. Я не политик и не экономист. Я врач, психофизиолог, писатель, художник и философ. Я просто смотрю на мир целостности. Да, и поэтому я с вами делюсь своими соображениями. Да, да, конечно, это страшно. Если сейчас у вас отберут натуральные деньги, которые иногда вы хотите даже, может быть, официанту в ресторане на чай дать, ну как вы ему будете. Ну ладно, короче, это уже вопросы такие вторичные все. И вопросы о НЭПе, когда, собственно говоря, появлялся мелкий капитализм, чтобы поддержать общественное благосостояние, частность, собственность и нечастность. Эти вопросы уже вторичны все. Смотрите у меня там, национальная идея России, генератор образов будущего, манифест, Вредеры. Там много все, там это все описано, рассказано, и почему постоянные попытки демократизации приводили к централизации. Ну там все это написано. До встречи, друзья.